Снова из Минска, снова чартером в Гамбург. Правда, на сей раз конечная точка маршрута Киль. Дорожная версия очередного Лига Чемпионского выезда БГК в сотом выпуске БГК ТВ. Комментарий к матчу. От тебя давно не было слышно. Ничего. Костя что-то скажет. Ну, Костя у нас уже был. Болельщик просит именно тебя, поэтому давай попробуем. Мои ожидания только положительные, в любом случае этим только за победой. Очень обидно, что уступили дома. Один мяч всего, но думаю, что сейчас в гостях у нас получится гораздо больше. Готовились, как всегда просмотрели видео, разбирали комбинации, разбирали соперника индивидуально. Поэтому мы готовы. Можете ответить только честно. Сколько вы выпусков посмотрели? 99. Тогда на следующий вопрос вам будет очень просто ответить, кто главный герой наших выпусков. Ну, естественно, игроки и главный тренер. После Фленсбурга, естественно, по приезду у нас был день на восстановление. В среду мы провели серьезную тренировку. Были тактические занятия, были видеозанятия. То есть просматривали нашу игру с килем, домашнюю игру. Просматривали игры киля в Лиге чемпионов. Ну, естественно, постарались готовиться к тому, что все-таки киля дома играет. Не скажу, что сильнее, но увереннее, можно сказать. Все направление было на то, чтобы постараться суметь атаковать защиту 3-2-1, с которой мы столкнулись во втором тайме в домашнем матче. И атаковали, мне кажется, не очень хорошо. Ну, естественно, быстрые переходы киля. Это та же история, что и с Фленсбургом. Все команды Буднес-лиги играют в этой манере. Мы постарались готовиться к этому. Будем играть с одной заменой максимум. Учитывая то, что Стойкович не сможет принять участие в этом матче. Ну, и я думаю, что все-таки с двумя заменами нам играть не то, что тяжело, а уже становится невозможно. Все команды знают наши слабые места. Нам необходимо принимать меры, необходимо рисковать. Так что, вот, немножко работали над этим, над быстрым центром, над контратакой. Но, опять же, повторюсь, что бежать быстро – это одно, но в завершающей стадии нужно принимать правильные решения. И, естественно, эти решения должны быть правильные. Вот это вот самое сложное. В четверг мы объединили тренировку с некоторыми игроками второй команды, которые играли с «Витязем» и уже провели тренировку, направленную именно на игру с заменами. По ходу сезона нам приходится приспосабливаться к тому, что у нас длинная скамейка, и ребята, которые играют в чемпионате Белоруссии, в прошлом году они играли во второй команде, они уже полноценно вливаются в нашу работу. И я думаю, что это нам идет на пользу. Сергей Васильевич, вчера Киль уступил на выезде Гумерсбаху. Для нас это сигнал, что Киль все-таки уязвим, либо что мы должны еще больше быть готовы к тому, что они будут играть очень агрессивно дома? Я думаю, мы посмотрим эту игру. Будет возможность ее посмотреть. Сегодня или завтра мы ее проанализируем. Думаю, что Бундеслига – это другой турнир, это не Лига чемпионов. Для нас, конечно, не совсем хорошо, что Киль проиграл накануне нашей игры. То есть для нас, конечно, это, ну, не сказать, что дополнительная проблема. Мы постараемся тоже выйти с хорошим настроем. И мне кажется, что настало время, чтобы мы все-таки показали тот ганбол и развеяли те сомнения, которые сейчас нависли над командой. На сей раз в аэропорту Гамбурга обошлось без накладок. Все четко и без задержек. И команда, загрузившись в фирменный автобус «Зебр», берет курс на Киль. Киль – город с 230-тысячным населением, столицей федеральной земли – Шлезвик-Гольдштейн. Популярным это место на севере Германии делают три вещи. Кильская регата, кильские шпроты и ганбольный клуб «Киль». Вот с ганбольной достопримечательностью здешних мест нам завтра и играть. Как и в феврале 2015-го, мешковцы остановились в комфортном отеле «Атлантик». Отсюда до места завтрашнего сражения рукой подать. Сегодня 18.00. Вечерняя тонировка на Шпаркасен-Арене. Слушай, а как ты думаешь, 200-й выпуск, мы где будем снимать? Ну, если ритму нашему следовать, я думаю, года через полтора, наверное, в Кёльне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова